Когда в английском языке речь заходит о существительных, обязательно поднимается тема исчисляемости. В английском языке это важно. Вот я представила на доске краткую информацию о том, как нужно поступать с исчисляемыми существительными. У меня это красные слова и чёрные слова, неисчисляемые существительные. Вот эта символика, которая находится наверху каждой из групп, произошла от слова count, count, считать, то есть те, которые можно сосчитать, countable nouns, исчисляемые существительные и uncountable. Их сосчитать нельзя. Эта символика известна всем, кто занимается английским языком или изучает его. Эту же символику можно встретить напротив существительных в общедоступных словарях. Итак, что я решила здесь цветом указать? Зелёный список – это слова, определители, которые появляются перед существительными, одинаково исчисляемыми и неисчисляемыми. То есть зелёный список является универсальным списком. Итак, например, я не хочу сообщать или нет нужды подсчитывать что-то из этого списка, поэтому я говорю... Рядом со словом САМ. Рядом со словом САМ. Вы можете заметить плюсик. Эта символика может очень кратко давать вам информацию о том, что плюс – это утвердительное предложение, минус – и вопрос, соответственно, отрицательное и вопросительное предложение. К словам Мэнни и Матч мы, конечно, ещё вернёмся, потому что я уверена, что у многих людей сейчас возникнет вопрос, почему это так, и где плюсик возле слова Матч и Мэнни – это очень интересная и важная тема. Итак, в список зелёный вошли такие слова, как enough – вполне, хватит, довольно, a lot of – очень частая ошибка связана с тем, что русскоговорящие люди в конце этого выражения, состоящего из трёх частей, ожидают услышать звук Ф, которого на самом деле нет. Ради интереса загляните в словарь, в транскрипцию и убедитесь в том, что здесь звучит в – a lot of – a lot of. В разговорной речи это превращается в ещё более краткую форму, и это может звучать как a lot of friends. Примерно так это работает. Слово Any также является универсальным, и обратите внимание, что оно используется в отличие от Some в отрицательных и вопросительных предложениях. Очень лёгкая символика, нужно только немножко практики. Конечно, когда вы узнаёте новую тему, обязательно дело должно закончиться тем, что вы, потренировавшись на каких-то специальных упражнениях, обязательно должны применить это к себе. Самый важный этап, самый последний этап в изучении каждой темы называется персонализация, то есть применение новой темы к себе, к своей персоне. Итак, продолжим о словах Many и Much. Считается в английской грамматике, что если вы используете слова Many и Much в утвердительных предложениях, то вы тем самым делаете эти предложения довольно формальными. Поэтому для этого у нас с вами будет применяться выражение A lot of. Именно так работают слова Much и Many, поэтому возле них плюс мы ставить пока не будем, потому что мы сегодня говорим о разговорном варианте языка. Что важно подметить, обращая внимание на слова, написанные красным цветом? Я представителей исчисляемых существительных сразу написала во множественном числе. Дело в том, что самым типичным признаком множественного числа, конечно, является S или ES в конце существительных. Есть слова, которые свою множественную форму прячут немножечко под другими окончаниями. Либо окончания или суффиксы возникают в процессе преобразования множественного числа Child, Children, либо слово People абсолютно отличается от слова Person, от которого оно было образовано. Кстати, слово Persons, которое не очень жалуют многие преподаватели, тоже существует. Оно применяется, ну, скажем, в американском варианте часто, говорят Persons вместо People. Ну, еще слово Persons даже в британском варианте важно, когда вы хотите определить количество людей. То есть, ну, грубо говоря, вы хотите сосчитать людей по головам. Например, в лифте могут ехать только 11 человек. В этом случае, скорее всего, будет написано Eleven Persons. Слова неисчисляемые, яркие их представители, касаются погоды, еды, ну и важных слов в нашей жизни, time and money. Я сгруппировала их такими замечательными парочками. Bread and butter, salt and pepper, cheese and wine, rain and snow, time and money. В дополнение к теории несколько примеров, буквально несколько, все остальное плавно вытекает из того, что можно увидеть на доске. There is some sugar in the cupboard. There is enough snow outside. There is a lot of time. There isn't much light in this room. Are there any apples in the fridge? Отходят тебе так? Отходят тебе так? Обман пят. Продолжение следует...